Из книги «Открытым оком» 26-й том, тема Лапкин книги, вопрос 3583. В письме к вам глава города Барнаула Баварин Владимир Николаевич пишет. «Желаю вам добра, чтобы вы гордо несли свой крест. Выходит, и гордость может быть спасительной», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вы не забывайте, что понятие гордость у верующих и неверующих не одинаковое. В Библии это слово встречается 131 раз и всегда только в отрицательном смысле. Псалом 137,6. «Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали». Гордые и надменные слова почти синонимы. Это означает, что человек не смиряется перед Богом, перед его словом. В данном аспекте почти все служители церковные очень гордые, ибо не покоряются прямо Слову Божию. И в этом же рассмотрении самые гордые из них монашествующие. Хотя они согнулись, слова из них не вытянешь. Солом 122,4. «Довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых». Из письма главы города «Желаю вам на этом нелегком жизненном пути гордо нести свой крест и иметь последователей верных Слову Божию». С уважением глава городского самоуправления Владимир Николаевич Баварин, 27 ноября 1997 года. Он, конечно же, имеет в виду, что «бы я и дальше не прогибался, а с достоинством был верен делу Божьему Слову Христову». Деяние 4,29. «И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить слово Твое. У Бога вся власть, и Он видит сердце каждого». Иов 2,12,19. «Князей лишает достоинства и низвергает храбрых». «Когда в миру видят жену, над которой куражится муж Самодур, ей так и говорят, где же твоя женская гордость, почему ты терпишь такое над собой?» Не нужно привязываться к словам. Тут же явно, что слово «гордость» заложен совсем иной смысл, нежели по Библии. Филиппийцам 1,14. «И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». 1 Иоанна 2,16. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». «Уничижениями и страхом заставляют быть нас прахом, гасят души в Божий свет, и если гордость мы забудем, мы лишь серой пылью будем под колесами карет. Можно бросить в клетку тело, чтоб оно не улетело высоко за облака, а душа сквозь клетку в Богу все равно найдет дорогу, как пушиночка, легка. «Жизнь и смерть две главных вещи, кто там зря на смерть левещет, часто жизни смерть нежней, научи меня, Всевышний, если смерть войдет неслышно, улыбнуться тихо ей, помоги Господь все перебороть. «Звезд не прячь в окошке, подари, Господь, хлебушка ломой, голубям на крошке, тело зябнет и болеет, на кострах горит и клеет, и стлевает среди тьмы, а душа все не сдается. После смерти остается что-то большее, чем мы. Остаемся мы по крохам, кто-то книгой, кто-то вздохом, кто-то песней, кто-то детем. Но и в этих крошках даже, где-то будущего дальше, умирая, мы живем. Что, душа, ты скажешь Богу? Чем придешь к его порогу? В рай пошлет он или в ад? Все мы в чем-то виноваты, но боится тот расплаты, кто всех меньше виноват. Помоги, Господь, все перебороть, звезд не прячь в окошке, подари, Господь, хлебушка ломой, голубям на крошке, Евгений Евтушенко.